Средь Господь, Господь, Господь 25 декабря православные отмечают День памяти почитаемого во всем мире святителя Спиридона Тремифунского. Мощи святого покоятся на греческом острове Корфу, другое название Киркира. Куда в Дни памяти святого спешат многочисленные паломники из разных стран мира, а празднуют его память здесь четыре раза в году, 25 декабря, Вербное воскресенье, Страстную субботу, 11 августа и в первое воскресенье ноября. Благодарны святителю за избавление от голода в 16 веке Чумы в 1630 и 1773 годах, за победу в 1716 году над Тургом, которым явился святой Спиридон с мечом в руке, тем самым избавив жителей острова от насилия врагов. В эти дни на Корфу совершаются крестные ходы, литании, которые в нашем понимании представляют собой парады с участием священнослужителей, уенного оркестра, нарядного жителей Корфу и многочисленных паломников. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый раз, когда мы творим память святых угодников Божиих, вспоминаем эти священные слова, которые свидетельствуют о том, что невидимый и всемогущий Бог прославляется в святых своих угодниках, которые Он Сам прославляет за их благочестивую жизнь. Господь дал нам заповеди, которые мы должны исполнять, а святые угодники Божии исполняют во всей полноте и совершенстве эти заповеди. И когда мы вспоминаем память святителей и преподобных, и других святых, то очень часто слышим чтение Евангелия от Луки, где напоминается нам о Нагорной проповеди Спасителя, в которой Господь изрек заповеди блаженства. Мы тоже слышали заповеди, которые должны помнить всегда, и не только помнить, но и исполнять. А вот святые угодники Божии своей жизнью показали то, что эти заповеди не только необходимо исполнять, но исполнение этих заповедей обогащает человеческую душу. Потому что человек, когда исполняет заповеди, обогащается добродетелями, и таким образом он стяжает для себя сокровища такое, которое накапливается в настоящей жизни, но которое приводит человека к вечной жизни. Вот к таким людям, угодникам Божьим, относится святитель Спиридон Тримефунский, который жил в четвертом столетии. Он скончался в 348 году, в то время, когда святитель Иоанн Златоуст был еще младенцем. Святитель Григорий Богослов и Василий Великий были в юношеском возрасте. Святитель Спиридон Тримефунский был ровесником святителя Николая Чудотворца и вместе с ним был на Первом Вселенском Соборе. Святая Церковь свидетельствует о том, что святитель Спиридон, так же, как и святитель Николай Чудотворец, восставал против арианской ереси на этом Первом Вселенском Соборе, и своим бесхитростным, но мудрым словом, которое было основано на Божественном Писании, опровергали лжемудрование еретически. Когда он выступил на Первом Вселенском Соборе из среды защитников православия, желая состязаться с философом, который посрамлял всех своим красноречием и витиеватостью речи, то архиерею уговаривали, не нужно тебе с ним состязаться, иначе будешь посрамлен. Но святитель Спиридон, вставший посреди, взял в руку свою кирпич, и сжавший его явил дивное чудо. Из этого кирпича истекла вниз вода, вверх полутнуло пламя, а сам состав кирпича глинный остался в руке у святителя Спиридона. И сказал он философу, «Видишь, как три этих естества, вода, огонь и глина, были во единстве. Вот так и Бог не делим во единстве, Отец, Сын и Дух Святой». И философ, пораженный этим, принял православие и сказал, «До тех пор, когда со мной состязались от мудрости человеческой, я с легкостью их посрамлял». Но против мудрости Божией я ничего возразить не могу. Святитель Спиридон был человек простой. Он был из простой семьи и в детстве пас овец. А потом, когда повзрослел, вступил в брак, имел своих детей. Но после того, как скончалась его супруга, он всецело предался служению церкви. Он помогал всем нуждающимся, проявлял такое милосердие, поистине евангельское. И за его смирение, за его доброту, за его доброе отношение к окружающим людям, он был избран епискапом города Дримефунта. И в течение многих лет он трудился, окормляя свою паству и словами делом, и всей своей жизнью, показывая, каким нужно быть истинному христианину, сижая те добродетели, которые указаны в заповедях блаженства. Святителю Спиридону приходилось удержать тех людей, которые страдали от язычников и ориан, потому что он защищал истинную веру в Господа и Спасителя нашего, и утверждая в этой вере своих посомых, а также своей жизнью, как сказано, являл пример того, как нужно жить, чтобы не только словом, но и примером своей жизни проповедовать Христа Спасителя Бога нашего. Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя, пробуждались мертвые, укращались стихи и сокрушались идолы. Когда в Александрии патриархом был созван собор ради сокрушения идолов и капищ, по молитвам отцов собора пали все идолы. Когда в Александрии патриархом был созван собор ради сокрушения идолов и капищ, По молитвам отцов собора пали все идолы, кроме одного, самого почитаемого. Патриарху в видении было открыто, что идол этот остался для того, чтобы быть сокрушенным святителем Спиридона. Возванный собором, святитель сел на корабль, и в тот момент, когда корабль пристал к берегу, и святитель вступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками повергся в прах, чем возвестил патриарху и всем епископам приближение святителя Спиридона. Святитель Спиридон Тримефунский, современник Николая Свидителя, берликийского чудотворца. Не менее почитаем в православном народе, и это почитание со временем все более возрастает. Святитель Спиридон Тримефунский, современник Николая Свидетова, и это почитание со временем все более возрастает.